Реальность сразу двух коротких праздничных недель в одном выпуске. Все, что будоражило, цепляло, вызывало неподдельный интерес и множество вопросов, получит свои ответы в итоговой информационной программе от редакции Репортер 73. Полная реальность утром, днем и вечером. В студии Евгений Луковкин. Здравствуйте. С каждым годом в России все больше правил и новшеств, связанных с поддержанием в порядке коммунального хозяйства многоквартирных домов. Больше новых слов, терминов, расчетов и расходов. И хотя в этом вопросе Ульяновская область вовсе не рвется вперед, как регион-пилот на амбразуры испытаний работоспособности новых методик, нормативов и правил, неприятных вопросов, искать ответ на которые нужно как можно скорее, не счесть. Управленцы и собственники не сходятся во мнениях, увлеченно обвиняя друг друга и грозясь прокуратурой и судами. Споры затягиваются, а коммуналка от этого лучше, понятное дело, не становится. У одних не хватает банальных знаний правовых основ вопроса, куда уж там углубляться в подробности. Другие, по-видимому, больше заинтересованы в сиюминутных барышах и планировать процесс на долгосрочные перспективы не способны. Вместе с тем капремонт становится более понятным для россиян, утверждает статистика. В Ульяновской области в этом году реализация региональной программы пройдет в тесной связке с собственниками. Только как быть, если тарифы подняты, статьи расходов для собранных средств определены и вроде бы совсем прозрачны, а самих средств нет? Кто платит за капремонт, а кто считает, что этот процесс неприемлем? И можно ли с этим как-то мириться? Еще немного и капремонт станет в один ряд с ЖКХ и ОДН. То есть станет словом ругательным, который многие в отношении себя настоятельно попросят не применять. 14-й дом по улице Ипподромная относительно свежей постройки. Ему чуть более 20 лет. По сравнению со многими ульяновскими зданиями, возраст детский. Однако на своем коротком веку дом повидал немало. Не видал только ремонта, ни косметического, ни уж тем более капитального. Снаружи невооруженным взглядом видны трещины, осыпающиеся межпанельные швы и огромные пятна плесени. Причину такого запустения жильцы знают и без комментариев управляющей компании. На капремонт также 5 рублей 20 копеек с квадратного метра. Но на капремонт кто платит, а кто и вообще не платит. Но за кто-то платит, да. Мы платим, а мы страдаем. Некоторых по 200 тысяч долг за квартиры не платят. У вас сейчас первый подъезд у них сейчас. Двухкомнатные квартиры с 2007 года не платят. Затем вот идут сразу две квартиры. Они вообще у них долги огромные. Первый этаж и второй этаж. Дата капитального ремонта на Ипподробной значилась еще в 2014 году. Увы, баснословные долги некоторых жильцов отбросили трехэтажку в далекое будущее. Аж 30-е годы. Как быть и главное, как жить? Теперь основной вопрос обитателей квартир. Больше всего проблем возникает у жителей последнего этажа. Проблемы для них, в прямом смысле слова, падают на голову. У нас начинало понемножку высыпаться, высыпаться. Мы заделывали, она потом еще больше начала отсыпаться. Потом целые кучи вывалилась. Плита, да. И подливает вот на шифаре. Ну, все гниет. Короче, мы здесь у нас полы тоже не можем поменять, потому что здесь капает. Сырость, гниль, осыпающаяся штукатурка и отстающие обои. В это сложно поверить, но ремонт в этой квартире сделали всего лишь год назад. Сказать, когда последний раз делали ремонт в подъезде этого дома, на первый взгляд, вообще не представляется возможным. Из-за невозможности собрать платежи тут между управленцами и жильцами развернулась тихая война. Два дня мы сидели вообще без отопления. Приехали, включили нам отопление после того, как мы начали говорить, что сейчас прокуратура позвонит. Включили нам отопление, отключили холодную воду на два дня. То бишь мы вообще были без холодной воды, у нас дети маленькие были, вообще не мытые и ничего. Мы не могли ни помыть, ни ничего не сделать. У вас управляющая компания или кто? Вы туда обращались? Да, в ЖУ звоним. Они нас просто уже посылают. В грубой форме посылают, потому что они говорят, зачем мы вас вообще взяли. Прорыв произошел пару месяцев назад, но стал лишь еще одним штрихом в отношении управленцев к вверенному им хозяйству, считают жильцы. Не платежи, вот ключ к истокам проблемы, ответствуют ответственные лица и добавляют. Все, что в их силах, они старались выполнить добросовестно и своевременно. Однако из разговоров с жителями злополучного дома Настасова становится понятно, что кто-то лукавит. О том, как обстоят дела в управляющей компании ЖУ-28, красноречивее всего говорят информационные стенды, которые расположены внутри этого здания. Так, например, мэром города здесь до сих пор числится Сергей Ермаков, который ныне возглавляет областной совет ветеранов, а его первым заместителем Александр Букин, ныне министр строительства. Все здесь словно отстало от времени, существует неспешно и вынужденно. Не платежи части жильцов, с одной стороны, навязанное бремя ответственности, с другой, на выходе бардак, беспредел, безвластие. Новая версия известной поговорки о бедах России должна включать в себя и погоду. Логично, особенно вспоминая многочисленные заявления чиновников из разных уголков нашей необъятной родины, что, дескать, зима опять подкралась неожиданно. Когда в одной точке сходятся это троица, дураки, погода и дороги, начинаются самые трагикомичные истории. Так, одних пострадавших от гололеда пешеходов в этом году в областном центре оказалось на 7% больше, чем в минувшем. Добавить сюда пострадавших в героической эпопее с сосульками сотни тысяч непечатных слов в адрес заваленных снежной кашей тротуаров, мнение о тоннах песко-соляной, прости господи, смеси, картина складывается традиционная. С дорогами аналогичная история. При этом федеральный министр транспорта Максим Соколов заявляет, все российские дороги планируется привести в стопроцентно нормативное состояние к концу 2018 года. О таких заявлений ульяновцы грустят и улыбаются, подсчитывая, сколько асфальта утечет с городских улиц за эти годы. А тут еще глава Росавтодора, в свою очередь, сообщил, расходы на строительство дорог в этом году сократят на треть. После таких слов почему-то даже улыбаться не хочется. Одно дает надежду – предвыборный ажиотаж. Вновь год обещаний скажет кто-то, но позвольте, возразим. А возможно, год решения множества проблем? Сами, сами решим. Жители одной из улиц областного центра вцепились в этот шанс, как в соломинку. Ведь на протяжении последних четырех лет они только и слышали обещания. Теперь вот хотят и даже требуют получить свое. Чуть дождик, вот эти же нечистоты, и туда, и все пошло по всем домам и огородам. Поселок Винновка железнодорожного района фактически разделен на две части. Верхнюю, где высится коттеджи в два, а то и три-четыре этажа. И нижнюю, где живут люди попроще. При этом нормальные дороги вниманием по площади микрорайоне можно пересчитать на пальцах одной руки. Хуже всего приходится одной из ближайших к Волге улиц – Неверова. Дети играть на улице у нас не могут, потому что это опасно. Хоть эти ручьи бегут, детей завораживают, дети к ним просто несутся поиграть, но детей мы не пускаем. Дальше своего двора детей выпускать у нас опасно. Вопрос с капитальным ремонтом дороги, организацией или хотя бы прочисткой ливневок, да еще десяткам дел из разряда по мелочи стоит на постоянном контроле. На протяжении нескольких лет заверяли местных жителей в городской администрации. По весне, как говорится, всплывает всякое. На этот раз активность негодующих направлена в адрес бесконечных обещаний. Мария Павловна Веспаловна обещала обязательно разработать проектную документацию, срок и построить улицу Невера. Обязательно. Вот у меня красная папка, тут ответы, протоколы, письма, поручения дала, все хозяйство. Бесполезно. Назывались конкретные суммы, ставились вполне реальные сроки. А дело не двигалось, заявляет собравшиеся на импровизированный сход. За годы накопились новые проблемы, которые тоже обещали оперативно решить. К слову, обещать и делать – процессы различные. В обещания с одной стороны не верят, но с тем, что справедливость нужно восстанавливать, согласны все жители улицы Неверова. На сходе собрали подписи в адрес председателя федерального правительства и вместе с документами отправились в его общественную приемную. Вот, пожалуйста, вам. Это мне копия. Зафиксируйте. Все обращения будут рассмотрены. Месячный срок, согласно закону, вам будет представлен ответ. Ответ, конечно, ответ нам не надо. Нам, чтобы улица Невера, которую она обещала, пускай делает. Увидеть руководителя приемной, которая не понаслышке знает об обещаниях данных на улице Неверова, у инициативной группы не получилось. Вникнувшие в ситуацию сотрудники недоумевали, почему действовать неверовцы решили только сейчас. Нам без Павлова обещала, когда была своей святой. 5 сентября 2013 года. Сделаю вам неверову. Я ежегодно с этим вопросом обращался к ней. Наши веры в изменения на Неверова, жалуется делегация, перерастает в недоверие. Ждать результата отчаялись, но напомнить о них считают делом чести. Теоретические обращения в адрес премьер-министра, пройдя все канцелярии, может попасть на его стол. Практически вряд ли Дмитрий Медведев лично займется ситуацией в отдельно взятом районе Ульяновска. В конце концов, местные депутаты, муниципалитеты и другие мандатообладатели должны заниматься своими непосредственными обязанностями или грошем цена. Предвыборный ажиотаж на региональном уровне. Страсти пока еще не бушуют, но набирать очки банальной агитации избирателей, основные игроки политической площадки, начали практически с началом этого года. У каждого своя стратегия и тактика. Один рассчитывает на безусловный успех, другой реальнее оценивает свои шансы и воспринимает выборы как очередную интригу. А кто-то напротив, как возможность напомнить о себе в верхних эшелонах власти и на электоральном уровне. Общество наше так политизировано, что даже на банальные простые вопросы чаще отвечают готовыми лозунгами. А что сами политические силы, кто они и куда идут? 70-летний советский опыт, когда-то многомиллионной коммунистической партии, не помогает ее нынешней преемнице. По крайней мере, ежегодная статистика отмечает постепенное сокращение как числа сторонников КПРФ, так и количество занимаемых ее ставленниками властных и управленческих кресел. Общероссийская тенденция коснулась и нашего региона. Входящая в конце 90-х в так называемый «красный пояс», словно редкая жемчужина, родина вождя мирового пролетариата, проводила и защищала определенную политику подавления конкурентов. Противясь рыночным механизмам и новомодным реформам того времени. Но в начале 2000-х вера в осколки идеалов светлого будущего окончательно уступила напору идеологии безудержного употребления. И это моментально отразилось на трибунах, в парламентах и депутатских креслах. Коммунисты стали сдавать позиции. Итоги подводит время, которое в политике, как известно, не щадит никого. Итог дня сегодняшнего – из «красного пояса» регион давно вышел, в областном парламенте коммунистов всего три мандата. С такими силами политический фронт не удержишь. Но это не повод сдаваться, считает лидер фракции КПРФ Законодательного собрания Ульяновской области. Во-первых, надо верить в свои силы, каждому человеку. Это вне всякого сомнения. Сдаваться никогда не нужно. Мы вообще сами создали эту жизнь. Со всеми ее кризисами и так далее. Еще раз говорю, мы можем изменить эту жизнь сами. Еще несколько цифр. По итогам 37 избирательных кампаний 2014 года КПРФ поддержала около 2,5 миллионов сторонников. А степень поддержки партии составила около 11% участников выборов. Политический тяжеловес «Единая Россия» может похвастать и 70, и 80, и иногда 146% поддержкой избирателя. Ее электорат – учителя, врачи, медики, работники крупнейших комбинатов и добывающих компаний страны. Ее лидеры – опытные политики, чиновники, бывшие военспецы. Многие с опытом работы в партийном аппарате КПСС. Практически все время своего существования партия активно выстраивала властную вертикаль, привлекая к работе над социально значимыми проектами максимально большее число своих сторонников. Мы знаем сегодня, что политики маргиналы, как их назвал Владимир Анатольевич, политики третьего сорта, уже поднимают голову. Реагировать на каждый выплат вот таких политиков нам просто не требует. Мы действительно занимаемся реальными делами, реальной работой. Мы с вами отвечаем за стабильность в нашем регионе. Занимающие большинство руководящих кресел в парламентах подавляющего числа субъектов фактически превратили их в места не для дискуссий. И обсуждение законопроектов и поправок часто носит чисто формальный характер. С другой стороны, к чему лишние разговоры, если документ действительно стоящий, просчитанный и верный? К тому же, единороссы – самые что ни на есть народные представители. Другими словами, можно сказать – как голосует медведь, так голосует народ. Но не все предложения исходят только от представителей ядра. Самая старая новая партия – ЛДПР – тоже претендует на законодательное творчество. Практически незаметные в медийном поле либерал-демократы, представленные в областном парламенте одним мандатом, на всероссийском уровне, согласно опросам в ЦИОМ, вторая политсила после партии власти. Обвинения в консервации идей, отходе от либерально-демократических принципов отметаются сразу. ЛДПР в центре политических процессов. Только места там немного. Бывает и то, что наши инициативы перехватываются нашими политическими оппонентами, конкурентами, и концепции, предлагаемые фракцией ЛДПР, уже вносятся под другим авторством. Но, еще раз говорю, главное, чтобы все эти инициативы были направлены на улучшение жителей Ульяновской области. ЛДПР иногда еще называют партией яркого лидера, и не всегда в положительном контексте. Бурные выступления Владимира Жириновского, его резкие и однозначные суждения по проблемным вопросам нравятся далеко не всем. Именно эта черта политика и не дает ему занять президентское кресло на протяжении всей политической карьеры, намекают оппоненты. Получается, либерал-демократы никогда не уходят в тень, в том числе и в Ульяновске. Какие партии вы знаете, которые представлены в Ульяновской области? ЛДПР, КПРФ и все вроде. Кто больше всего доверие вызывает? ЛДПР. Спасибо. Единороссов, Справедливая Россия. Кто больше всего доверие вызывает? Ну, наверное, Единороссов больше доверие вызывает. А почему? По их делам. На данный момент больше, скорее всего, КПРФ. Почему? Ну, как в общих чертах объяснить? За последние пять лет, допустим, да, но с их стороны больше, как бы, ну, не знаю, честности, что ли? Единороссия. А почему? Ну, так все, страну объединило. Единороссия, что еще у нас? Самая знаменитая. А, то есть, больше никаких партий не знаете, какие у нас есть? Ну, ЛДПР, там, Справедливая Россия. Абасага, с которым в этом году связаны серьезные изменения. По официальным данным, сегодня в России существует от одного до четырех миллионов поддельных полисов автогражданки. При этом подавляющее большинство автомобилистов от таких соседей по дороге не в восторге. Именно они, уверены те, кто пользуется подлинными документами, ставят под угрозу безопасность остальных участников дорожного движения. Когда появилось предложение проверять подлинность ОСАГО при помощи уличных камер фото-видео фиксации, с этим согласились почти 75% опрошенных владельцев авто. Но это сегодня не главное. О самом существенном изменении, связанном со страхованием, расскажет Екатерина Мазуряк. Не успели стихнуть разговоры о повышении тарифов по ОСАГО, как страховщики подготовили новую тему для обсуждений. РСАА предложил заменить старые бумажные полисы на новые с повышенной степенью защиты. Их параметры разработает Госзнак. Во-первых, это связано с тем, что на сегодняшний день на рынке страхования очень много появилось поделок, так называемых полисов-клонов. Они абсолютно ничем не отличаются. Одни и те же формы полисов, одни и те же номера полисов. Данные полисы изготавливаются, к сожалению, за рубежом. В основном это Китай. С учетом того, что стоимость полиса ОСАГО в связи с законодательством значительно стала дороже, так что люди стали покупать уже поддельные полисы, пытаясь сэкономить где-то на страховом взносе. Ежегодно страховые компании реализуют порядка 42 миллионов бланков ОСАГО. Из них около 1 миллиона поддельные. Переход к новым полисам запланирован на 1 июля. Но возможно ли обменять единовременно такое количество автодокументов? На данный момент вопрос риторический. Пока на самом деле то, что ОСАГО объявил о замене всех бланков полиса ОСАГО к 1 июля, пока это из разряда предположений еще не утверждено ни самим Российским Союзом астраховщиков, ни регулятором Центральным банком. Скорее всего, как вариант, будет принято такое решение, что с 1 июля будут в заключении новых договоров выдавать новые бланки с улучшенными степенями защиты. Будут ли менять все те, которые уже есть? Здесь, мне кажется, эта мера такая, она достаточно проблемная, потому что количество страхователей большое по всей стране. Поэтому как это будет все выглядеть, пока сложно. Вот то, что будут с 1 июля новые бланки, ну это, наверное, уже установленный факт. Автовладельцы идею о смене полисов восприняли по-разному. Одни с надеждой на справедливость, другие не скрывают скепсиса. К самой смене полиса это, конечно, немного будет проблематично, потому что нужно затратить свое время. По деньгам, как заверяли, ни копейки на это потрачено с моей стороны, не будет стороны автовладельца. То есть это правильно делается, чтобы из оборота извлечь какие-то просроченные или левые, так можно сказать, полиса. Думаю, не поможет. Почему? Ну, не знаю, всегда будет мошенник, который будет делать липовые, особенно ульяновские. Сами страховщики подтверждают, одной замены бланков недостаточно. Необходимо усилить меры борьбы с распространителями фальсификата. По данным РСА, определенные результаты по этому направлению уже достигнуты. Блокируются хостинг-аккаунты, аккаунты в социальных сетях, закрываются группы, удаляются рекламные объявления и публикации на форумах. Однако при желании найти подделку не составит труда. Все эти массы групп – однодневок, предлагающих даже оптовую закупку бланков. В борьбе с этим видом мошенничества нужны более радикальные меры. А на днях Центробанк выступил с инициативой обязать все страховые компании предоставлять возможность покупки онлайн-полиса. Электронный документ, по мнению автоюристов, на сегодняшний день является самым безопасным. Мир, эпоха, имена. Традиционный 54-й по счету музыкальный фестиваль стартовал в Ульяновске. Открывал его дважды краснознаменный академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, который объединяет в себе все три эти понятия. Имена – коллектив известен почти во всем мире. Эпоха, почти 90-летняя история ансамбля. Ну и, естественно, мир. Ведь ансамбль состоит из тех, для кого защита, сохранение мира в нашей стране и за ее пределами – каждодненный труд. Видела много раз по телевизору выступление, мне нравится. Вот эта вот зажигательность, во-первых, у них. Потом я вообще люблю, когда ансамбли танцуют, это все меня вдохновляет, у меня улучшается настроение. Я, значит, начинаю мечтать, и самой хочется куда-то записаться, танцевать. То есть вот этот позитив полностью получаем на все 200%. Хотелось бы посмотреть новую программу, которую они к нам привезли. Рекламки на улице видели, реклама замечательная. Вот теперь хотим убедиться воочию, как это будет. Нужно вот эту вот культуру развивать в нашем городе Ульяновске. И молодежь особенно приобщаться. Пусть они заняты там бизнесом своими или чем. А внутренняя духовность вот эта вот, оно должно все равно увеличиваться внутри человека. Концерты, репетиции, гастроли. Это только на первый взгляд кажется, что все так просто. Александровцы не расслабляются ни на минуту. Тем более, что нормативы, стрельбы и строевую подготовку для них никто не отменял. Выступает коллектив как за границей, так и в отдаленных российских гарнизонах. Некоторые части, в которых мы выступали, говорили, что ни один артист сюда к нам не приезжал еще. Есть село Камень Рыболов Хабаровского края, где вообще ни один артист не был. Там очень тепло встречают люди, очень такие близкие и очень душевные. Видимо и ульяновская публика отличается такой душевностью, так как ансамбль «Песни и пляски» имени Александрова уже не первый раз приезжает на берега Волги. Как говорят сами артисты, не каждый регион может похвастаться частыми визитами коллектива. Мы рассматриваем себя как творческую составляющую единицу, которая радует наших граждан, которая воспитывает нашу молодежь на принципах уважения к своей стране, к своей родине, к своим вооруженным силам. И нам это тоже удается всегда и везде. Одна из отличительных особенностей коллектива – исполнение песен на языке той страны, где проходит концерт. Это накладывает на артистов дополнительную нагрузку. В 2015 году ансамбль Александрова был и в Китае, и в странах Европы. И, соответственно, вы понимаете, что так или иначе нам приходилось. И мы старались и работали над тем, чтобы во всех этих странах звучали их известные популярные песни. Ну и, конечно же, все артисты, уже приходя в ансамбль, они знают о том, что будет такая работа и с различными языками всего мира. Известные, добрые и теплые песни в военных лет, легкие, воздушные танцевальные номера. Восторженные глаза зрителей, которые, затаив дыхание, не могли оторваться от сцены, крики «Браво» и несмолкающие аплодисменты оставили трепетные воспоминания в сердцах как артистов, так и ульяновцев, пришедших на концерт. Воспоминания, которые навечно поселятся в памяти и не смогут быть забыты никогда. ПЕСНЯ Все не забудем никогда. Треть россиян высказалась за избрание женщины на пост президента страны в канун Международного женского дня. 8 марта вошло в большинство календарей мира как особый день благодаря суфражисткам, активисткам движения за права женщин. Именно в этот день, в 1908 году в Нью-Йорке, по призыву местной социал-демократической женской организации, состоялась первая 8 мартовская демонстрация. В Российской империи первый международный женский день отметили в первое воскресенье февраля 1913 года в поддержку женщин, борющихся за равноправие с мужчинами. А в Советском Союзе в 1921 году в рамках борьбы с кухонным рабством за новый быт. То есть, по сути, за то же самое, что и при капитализме, за раскрепощение женщин и признание их прав. Сегодня же истоки праздника позабылись, затерялись в наслоениях исторических событий, а посему 8 марта воспринимается просто как милый для барышень и хлопотный для мужчин день, превратившись из феминистического в антифеминистический. Проще говоря, о политике и правах в этот день предпочитают не говорить, одаривая дам цветами, шампанским и конфетами. Поздравляю прекрасных дам, женщин, девушек и маленьких детей, девочек с 8 марта. Желаю здоровья, счастья, желаю найти себя в этой жизни. Также, чтобы родные и близкие любили вас, носили на руках и почаще дарили вам цветы и улыбки. Любви, здоровья, всего самого наилучшего, благополучия, счастья в доме, в семье. Чтобы всем здоровье, самое основное. Будет здоровье, все остальное будет. Всем женщинам нашего города, любви, счастья, цветов, улыбок, весны, теплой погоды, радостного настроения, солнца. Но быть счастливыми, здоровыми и удачливыми. Хочу поздравить милых дам, чтобы у них всегда все было хорошо, чтобы цвели цветы в их жизни и счастья. Всем нашим женщинам, любимым, красивым, здоровья, благополучия, успехов мужчин, красивых, надежных, уверенных в себе. Чтобы было у них все хорошо. С вашим матом здоровья желаю, счастья и побольше денег. С вашим матом здоровья желаю, счастья и побольше денег. С вашим матом здоровья желаю, счастья и побольше денег. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Заходите на портал 3wreporter73.tv. Читайте и смотрите. Реальность сама складывает картину дня. До свидания. Реальность. Реальность. Продолжение следует...